Новая земля. Для одних это арктическая территория Архангельской области, для других – терра инкогнито, для третьих – военный полигон для ядерных испытаний. А для Виктора Толкачева это место первозданной природы, место мечты. Мир в первые дни своего создания. Она кажется дикой, а на самом деле она наполнена жизнью. Она в ледниках, там пресной воды столько, сколько в Байкале. Это стратегический запас России. Там такие скалы. Там столько птичьих базаров, которые во время войны кормили архангельских детей. И там история. И вот она стала землей моих желаний, как только я появился на Севере, в 1966 году. Первое знакомство с новой землей Виктора Толкачева состоялось в 1990 году в составе экологической группы «Гринпис». Тогда вместе с оператором Юрием Буинским их назвали предателями, лишенными чувства патриотизма. Мы только ворвались в него, увидели там и катер вооруженный, и стрелять должны были в нас. Вот когда мы возмущались против могильника на новой земле, против того, чтобы там ликвидировать эти отходы химических веществ. И мы тогда добились, тогда замолчали на десятилетие. И вдруг в прошлом году наши депутаты приняли единогласно проект расположения могильника на новой земле. И экспертов даже не потребовали выслушать. Губернатор сказал, что рационально для области какие-то деньги, наверное, пойдут. Вот мой крик, вот этот фильм, о красоте ее, о возможностях ее. И я думаю, что вот они проголосовали, но все тихо. Я думаю, еще придет время, когда нужно будет сказать. Воспоминаний у Виктора Федоровича много, ведь он три раза побывал на новой земле и практически обошел ее с экспедиции Петра Боярского в 1992 году. Полученные знания и впечатления войдут в основу новой книги. Я понял, что я должен написать еще книгу о новой земле. Это будет книга-трио о новой земле, о трех моих визитах, появлениях там, где я расскажу и о Баренце, и о Тыковылке, и о себе грешном. И о тех людях, о которых никогда никто не расскажет, о поморах, их семьях, их любви. У меня много-много материалов и фотографий их. И в душе они у меня все живы. В этом и есть бессмертие души. Это бессмертие проявляется и в его фильмах, посвященных новой земле, которые не теряют актуальности и сегодня, давая возможность зрителю увидеть документальный архив жизни арктического архипелага. А творческий вечер Виктора Толкачева в Октябрьской библиотеке номер два в честь 80-летия писателя, журналиста, сценариста и летописца Архангельской области стал местом встречи людей, влюбленных в север. Он пытается рассказать о людях и показать не только красоту, крайнюю северу, красоту тундры, но показать людей, показать их проблемы и показать, что эти проблемы должны решаться сегодня. О решении проблем архипелага Виктор Толкачев постоянно заявляет в журналистских материалах и книгах, радио и телеэфирах, не переставая повторять, что эта земля принадлежит не военным, а жителям области и должна быть для них доступна и открыта. Мы все кормимся картинами Песахова, тыковылки, восторгами, которые когда-то люди были. А сейчас? А разве каждому неохота посмотреть самому? А разве архангелогородцы не заслужили это? Разве они не имеют права видеть ту землю, на которой они живут? Марина Огнева, Михаил Козырев, Лариса Истомина, Медиа-центр «Арктический мост». Спасибо вам большое. Прям с новой земли.